В комплексе продолжают борьбу за выживание и имеют неплохие шансы для того, чтобы попасть в основной этап эпицентра. Неожиданно, знаете, неожиданно. Не мог я предугадать, что Фнатик вот так рано... То есть я рассматривал вариант, что они не попадут в основной турнир, но чтобы вот четвертое место, так сказать, занять на вайлдкарде, это для меня стало неожиданностью. Третья карта, она какая-то сумасшедшая прям. Вот что это за пик? Что это за пик и почему он сработал? Это домашние заготовочки, домашние заготовочки. Арен разжевал, сказал, что это очевидно, но видимо не были готовы Фнатики к тому, что просто-напросто действительно выйдет огромный акс. И что самое важное, почему это сработало, потому что был фикс, то что контр-хеликс теперь pure damage. Вот. Если посмотреть статистику, я почти что уверен, что по наиболее танковым героям, таким как Бристлбэк, Джиггернаут, львиная доля дэмэджа шла именно от каунтер-хеликса. Вот. Ну, кроме того, это довольно-таки неплохой абуз с, так сказать, с очень быстрым фармом Акса. Акса и Винтер Верни вместе с ним. Опять же, за счет пассивности Фнатика в начале это получилось провернуть. Иной раз просто приходит один суппорт, любой суппорт приходит во вражеский лес к Аксу и Винтер Верни, просто стоит рядом и наслаждается экспой. По сути, это уже довольно-таки неплохо. Это довольно-таки неплохо может отконтрить, так сказать, эту стратегию. Плюс мешать стакать и так далее, по-моему, удобное. Но Фнатики просто не поняли. Фнатики не поняли, но уже слишком поздно. Это была решающая игра, и они выбывают. Да? Неплохо сказано, подытожено. Так сказать, я немножко хотел бы быть жестким. Давай, будь жестким. Хотелось бы, да, потому что я даже не знаю. Мы так просто всех хвалим, но всему есть предел. Фнатики были действительно не лучшие команды на этом турнире. И как показал их результат, видимо, они были здесь худшей командой. Ну, откровенно. Ну, что это такое, что случилось с этой командой, я не знаю. Но такого себе позволять и побеждать не может команда, которая претендует на что-то. Потому что ребята умудрились взять Акса, взять Джиггернаута после Виверны и Акса. Акс уже контрит Джиггернаута на самом деле. Ну, потому что хотя бы Джиггернаут, помимо прочего, у него есть такое свойство прикольное. Это ТП в крутилке. Соответственно, Акс уже вот его не дает сделать. Акс всегда может инициировать на Джиггернаута легко, потому что Джиггернаут милишный. То есть Акс против милишников всегда хорошо. Винтер Виверна, колдембрейс, контрит Акса. Еще один скилл через, соответственно, Блэйд Фьюри Джиггернаута. То есть все контрит Джиггернаута. И далее мы берем еще и Бристлбека, которого также контрит Акс и также контрит Виверна. Все туда же. То есть опять же милишник. К тому же Бристлбек еще и разворачивается к Аксу лицом. Всю жизнь Бристлбек был контрой. Акс был контрой Бристлбека. Здесь мы берем на ласт пик Бристлбека против Акса. В чем идея? Я не понимаю. На что они рассчитывали, я не знаю. Как они собрались победить, тоже непонятно. И мы так колы пытались пару раз как-то подарить. Закинуть. Подарить, да. Это все дело, когда они там вначале немножко пожадничали. Зафармили сначала своих аншетов, потом подумали, что надо и чужих отжать. И там с неполным хп, с неполной маной куда-то полезли. В итоге поубивали их там. Этого им не стоило делать. И была там еще одна драка, как минимум, где они как-то очень неудачно все напали. Их там раскатили. И тоже поубивали всех практически без размена. Несмотря даже на эти закидоны, пик настолько лучше у Колл, что шансов у Фнати как бы не было. Я думаю, может быть, они и сами не понимают по итогам, как у них вышло пикнуть Бристалбека против Акса на ласт пик. Но, тем не менее, это их ошибка. Это их наказание. Ну вот вместо Бристалбека должен был быть Вайпер, к примеру? Ну, например. То есть это бы лучше, если бы изменил картину Вайпер. Действительно сильно. Кардинально, я даже сказал. В общем, проблема с драфтом. Проблема с еще распределениями ролей. Зачем давать парню, который у тебя играет лучше всех в команде на миддл, бистмастера? Что-то не можешь взять более героя, который что-то делает по игре. А не только нажимает одну кнопку и некрасов вызывает. Ну вот в чем была идея? Вот мы видим пять героев в Фнати. В чем была идея? У них же должна прослеживаться какой-то... Может быть, вы видите какой-то смысл в этом пик. Я вижу. Они смотрелись, как Ньюби играли. Вот это же похожие пики. Опять же, вот Джиггернаут, там Бристлбек, Висп, там Бистмастер. Мы идем, задавим жиром. Но проблема в том, что мы вот, соответственно, против этого пика от Ньюби как раз таки и советовали тем же там, но у Диггити, например, возьмите Акса, возьмите Акса. Ну, мы как бы не им советовали, мы здесь говорили, что это можно было бы сделать, но там никто как-то не брал. И вот, собственно, не получается законтрить того же жирного Бристлбека, потому что он просто встает с пинкой и давай его убивай. А тут ребята берут Аксы на второй пик. А как бы Фнатики говорят, да типа и пофигу, видимо. Ну, то есть, ну, я в Фнатике не готова к этому турниру. Они просто попытались скопировать то, чем играли Ньюби, например. Но, откровенно говоря, Ньюби пикали это под ситуацию все-таки. Да, подбирали героев более грамотно. И у Ньюби все-таки по лучшее исполнение, прямо скажем. Какие-то еще дополнительные слова хотите по вот этой игре? Потому что, я думаю, все сказано уже. Ну, лишь хотел дополнить то, что... Напомнить. Убирать на это и брать муж и ошибка? Ну, как... Это очевидно, что это ошибка. Потому что результаты совсем не те, которые ожидались от этой команды. В начале, собственно говоря... Ну, может, 6-8-7. Я говорил, что Фнатики очень сильная команда. И то, что они даже на самом турнире будут выступать неплохо. Это было для меня довольно-таки очевидно. Но, как мы видим, иногда такое случается, что на турнирах команды ломаются. Ломаются команды изнутри. Просто-напросто прогорают. В чем дело? Так сказать, в этой приватной кухне команды мы, естественно, не знаем. Но я почему-то думаю, что дело именно в этом. Не в личном скилле, не в конкретно, грубо говоря, инактивности мужа в последнее время. А именно в этой самой командной кухне. В этой алхимии внутри составной. Понял. Понял тебя, Андрей. Нас сегодня ожидает еще один матч. Последний матч сегодняшнего игрового дня. Это финал лозеров Wild Card. Комплексити сыграет против No Digity. И победитель этой пары отправится в основной этап турнира Epicenter. Проигравший так же, как и Фнатик, покинет этот ивент сегодня. У нас 7 часов вечера, я так понимаю, многие зрители, возможно, только пришли к нам, потому что сегодня большой праздник, 9 мая. Всех еще раз поздравить можно, я думаю, с этим праздником. И всем привет, ребят. Добро пожаловать на стрим. Это Epicenter. У нас тут тоже свой небольшой праздник Доты. Ну, большой праздник Доты. Хорошо, большой. Последний матч. Комплексити против No Digity. Вы знаете, я бы хотел, так как мы уже эти команды размусолили за сегодняшний день достаточно, я бы хотел провести такую рубрику «Все в порядке, я тренер». С вашего позволения. В чем заключается данная рубрика? Она немного роллплейная, в том плане, что мы имитируем ситуацию, что вы все трое капитаны, капитаны и тренеры команды, и вам нужно подобрать идеальный пик против своих оппонентов. Тренером какой команды вы хотите быть из комплекции No Digity? Ну, Колов только что видели, давай No Digity. Ну, вот хорошо. Да, давайте мы все будем синдеренами. Не-не-не, синдерен играет, синдерен играет, синдерен сказал тебе… А, я понял, мы внеигровые тренеры. Да-да-да, он сказал тебе, Андрей, я больше так не могу, я устал, мне нужна поддержка, мне нужна помощь, потому что я не справляюсь. Хорошо, Андрей придет на помощь. Андрей говорит, Серега, Ярослав, мне нужна тоже помощь, и втроем мы сможем. Все-таки мы студиоаналитики… Сила трех, ребята. Давай. Сила трех. Итак, ребят, есть комплексити. Для начала, что мы хотим не давать комплексити? Вот каких героев нам не нравятся? Тренер, тренер, можно я дам подсказку? Давай забавим Дарксиры у них. Отличная идея, помощник тренера. И уберем Тинни. Может, не надо? Может, пускай играют? Пускай играют. Пускай играют, реально ничего. Хорошо, второй банн тогда надо придумать, потому что Дарксиры… Давайте оставим им Тинни, но уберем у них Виспа. Вот, ничего себе. Великолепно. Блестяще. Вот так и дела, да. Хорошо, хорошо. Ты на меня смотришь. Я буду за… Ты перебивайся, Дарья, ну пиши прямо смс. Сейчас мы разберемся с этим моментом. Если что, мы пошлем кого-нибудь? На самом деле мы не имеем права, я думаю. Может, и имеем, кстати, хороший вопрос. Так-то, если подумать. Нам никто не запрещет. Ну, мы-то всего лишь аналитики, так-то все говорят, что эти аналитики вообще знают. Все равно никто не будет слушать. Ну да, согласен. Это вот гордость игрока не позволит. По себе знаю, что слушать аналитиков это дело. Ладно, специально наоборот сделаешься. Конечно. А потом думаешь, блин. Допустим, ребята из комплексти не хотят нам банить ничего. Поэтому у нас есть обширный пул героев, который мы можем использовать. Недооценивают нас. Недооценивают, чувствуют, что уже основной этап у них в кармане. Каких героев мы хотим брать против комплексти? Что нам нужно, чтобы победить? В какой стиль, в первую очередь, мы хотим играть с этими ребятами? В стандартный стиль, ноу-диджити, это вот сталкер. Ну, мне кажется, если нам дают бестмастера, мы хотим взять его. Бестмастер больше, чем Войт? Я думаю, бестмастер больше, чем Войт. У нас два варианта. Или взять бестмастера и выиграть игру, или взять виномансера и поехать домой. Тут главное не наступить не туда. Синтю Синдорена, что ему больше хочется. Не на ту педаль не нажать, случайно. Слушайте, ну да, я согласен. Тут, собственно, как можно не согласиться, это же главный тренер. Вот именно. Да, я лишь могу советовать. Нет, вы, конечно, можете говорить ваше мнение, но... Я второстепенный тренер, тренер суппортов буду. Мы оставим. Я лично мидера тренирую, поэтому сам понимаешь. Хорошо, я тренирую всех остальных тогда. Хорошо, хорошо. Иван, это бестмастер. Это бестмастер выбираем, да. Мы берем бестмастера. Мне нужно как-то имитировать пик противника? Нет, не нужно. Ну почему? Нет, мы же не можем просто... Хотя, можно пятерых героев набрать. На самом деле, я думаю, что нам желательно сделать так, чтобы коллы нас не давили какой-то непонятной фигней. То есть нужно быть очень аккуратным, чтобы у них не появилось... Ну, грубо говоря, учитывая то, что мы видели, мы уже теоретически знаем, что они могут выстрелить Саксом и Винтер Виверной, но другие стратегии мы не знаем. Поэтому целесообразно было бы гнуть нашу линию дальше. Особенно учитывая то, что у нас есть наш сигнатурный бестмастер, с которым мы умеем хорошо играть. Не забываем о том, что коллы команда очень агрессивны, на самом деле. Нам тут, знаешь, мне кажется, в нашей ситуации, если мы на Удигде, если мы Синдери, нам нужно растянуть... Да, мы прям Синдери, мы прям прониклись. Нам нужно растянуть игру немножко. Растянуть, не дать задавить себя, не дать. Мы поэтому возьмем Виномансера. Нет, вы только что собирались домой ехать с Тим. Ребят, секундочку. Виномансер в своем роде очень неплохо... Ребят, дослушайте сначала, пожалуйста. И я хочу вам напомнить, кто здесь главный тренер. Безусловно. Да, я не лезу, не лезу, не лезу. Вот, значит, смотрите. Блин, а сейчас главный тренер должен ругаться еще через слово, но я думаю, я это, пожалуй, не буду. Можете сами себе представить, что, соответственно, у меня вылетает изо рта. Вот. Значит так. Соответственно, Виномансер, он очень неплохо затягивает игру. Во-первых, ставит ворды. Это бесплатный вижен, очень хороший. В совокупности с использованием скана грамотного и защиты таверов этими же вардами очень неплохой получается суппорт. Плюс, если надо, может ультануть и, соответственно, нанести очень неплохой демэдж в замесе. Поэтому, ребят, я бы не спешил рубить с плеча. Подумайте еще раз. Можно не вторым пиком, можно не третьим. Можно не вторым. Но если мы хотим растягивать игру, то лучше его взять. С другой стороны, хотим ли мы? У нас есть бестмастер, это потенциал ганбу. Можно просто-напросто играть как-то от бестмастера, но при этом взять какого-то или алхимика, или фантом-лансера, ради которого мы будем делать спейс. Мне кажется, мы хотим взять Найт Сталкера, на самом деле. Спейс, я буду делать Найт Сталкер. Да, мы хотим взять Найт Сталкера. Мы очень хотим. Он один-то не сможет делать спейс. Хорошо, тогда мы играем через Найт Сталкера. У нас уже Найт Сталкера есть бестмастер. Найт Сталкера с Виномансером. Виномансер нам не обязателен, на самом деле. Не, ну, в принципе, ладно, можно и Виномансера взять. он все равно будет пшикать, как ни крути, и давать вижен. Это все равно приятная вещь. Особенно мы же с ним так часто играли, ребят. Конечно. В скобочках все игры почти, которые выиграли. Смотри, во второй стадии мы будем банить Вайда и забирать Эре с Ларком. Мы еще Эр Спириты должны забанить. Вот, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Со Сларком давайте повременим. Эра, Эра, ничего личного. Лучше получается на Алхимике у нас, собственно говоря. На Алхимике и Фантом Лансере. Вот, хорошо получается. Соответственно, Койкве желательно отжать какого-нибудь Тинкера, которому чуть-чуть Спейса вначале нужно, чтобы взять Тревела, а потом он, соответственно, уже будет карту оттягивать, грубо говоря, и тот же Спейс создавать Алхимику и ЛПЛ. Идеальное преступление? Идеальное. Одно из самых идеальных, что я слышал. Ну, тут, в общем, все верно. Мы берем Алхимика, Тинкера. Диномайсер, Майнсалкер и Бестмастер. Возможно заменить Тинкера. Какой заменить? У нас есть Алхимик, и Алхимик ему варит агоним. Ну, это, конечно, хорошо, но это жадно. Очень жадно. Алхимик и Тинкер — это герои, которые вначале очень жадны. Ладно, давай Свена возьмем вместо Алхимика и нормально поедем. Нет, давайте без Свена. Давайте Алхимик ПЛ Эри и какой-то более-менее плеймейкер, может быть, даже для Койку. Но вообще Тинкер хорошо. В принципе, если колы не будут... Мирана слабо. Хотя... Но если Койку согласится играть на Миране, в принципе, если он... Ну, ты тренер или кто? Что у тебя игроки еще капризничают? Мне нужно же знать, кто на ком готов играть. Ну, позвони сейчас. Слушали не все. Не все, а я слушал. Да. А выполнял то, что слышал? Нет. Или просто слушал? Ну, просто слушал. Я тоже другое делал немного. Нет, ну почему? В большинстве своем, да. Ну, вообще, это, мне кажется, главная проблема тренеров нынче. Капитанам тоже будет тяжело, на самом деле, Андрей. Ну, да, да, да. Чтобы тебя слушали, нужно, чтобы команда была бодрая. Обычно там начинаются... Таким образом, наш идеальный пик заключается из Бестмастера, Найт Сталкера, Виномансера, Тинкера и Фантом Лансера. Ну, что-то так, что-то подобное, да. Может быть, еще Сларк. Там как пойдет. Нет, нет, нет. Нет, тренер говорит, нет, Фантом Лансер все-таки. Со Сларком, с этим Шадоу Блейдом не идет. А мы не боимся, что нас задавят? Жестко. Не боимся. Не боимся. Вот это вот мы умеем. Все при нас. Вот что-что, а оттянуть игру мы в целом умеем. Есть у нас и вардишки Виномансера, и скан мы умеем хорошо юзать, и знаем, когда драться, когда сплит пушить. С этим проблем, я думаю, не будет. Конечно. То есть Джаггернаут и ДК у нас, если что, в бане. У нас есть еще пару ману. У нас там пая уйдет, да, в бан какой-нибудь ДК. И учитывая то, что у нас есть Виномансер, Джаггера мы не боимся. Почему это не боится? Потому что подъезжают ребята с палкой, и палку мы ломаем сразу. А она может и вдруг я быть? Виномансером, теоретически. Хорошо будет. Ну, возможно, конечно, да. Слушай, если Синдерен на Виномансере, то может быть Микро в какой-то момент, может, палка не всегда будет поломана. Нет, все-таки Диван 7800, я напомню. Не просто так. Будьте здоровы. Спасибо, спасибо. Я полею. По-моему, отлично. По-моему, просто отлично. Ну, я боюсь, что мы проиграем какому-нибудь невнятному пику отколов, опять пять новых героев. А теперь смотрите. Ну, от невнятного пика никто не защищен, на самом деле. Нам нужно использовать свои сильные стороны, а не подстраиваться под игрока в первую очередь, под команду. А теперь смотрите, какая ситуация. У нас есть пик Бестмастер, Найт Сталкер, Виномансер, Тинкер и Фантом Лансер. И все вроде бы хорошо, но тут Ярославу звонит владелец команды комплексности, предлагает ему в три раза больше денег и говорит, что нужно напикать. Ярослав, соответственно, делит эти деньги с Андреем и Серегой, и вы переходите за комплексностью. Вот у вас есть пик, который вы набрали идеальный для науки. Чем будем побеждать? Ну, во-первых, надо сразу договориться, чтобы там не было вопросов. Я беру 50%. Потому что... Но позвонили-то Ярославу, Андрей. Ты останешься с Snow Digity? Нет, конечно, позвонили Ярославу, но кто принимает решение. Важный момент, между прочим. Опять же, лучше проговорить сразу, потому что потом, я знаю, начнется... 40. И торговаться с тренером, значит, главным решением. Хорошо. Серега сидит. Да, да, да. Давай туда посмотри. 45. Ладно. Ладно, все. 45. 45, хорошо. Я получаю. Так, значит, Иван, еще раз суть вопроса. Ну, команда на Удигите уже взяла 5 героев, а комплекте нужна тренерская помощь. Так, а кого мы забанили? Мы забанили Виспа. Вы забанили Виспа, вы забанили Дарксира. Это Ирспири. Ирспири. Ирспири это вы забанили. Вы забанили Джиггернаута. Да. Что-то плюс-минус такое. Короче, у нас проблемы, может, я хочу сказать. Но слушайте, сколько платят, столько и... Но, 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 но. Мы, понимая суть, значит, происходящего, там какие-то терпилы, они драться не собираются с нами, они будут обороняться и растягивать игру. Я предлагаю выбрать линию жесткого пуша. Жесткого. Жесткого. Там Алхимик? Ну лучше... Лучше какого-то тогда Свена взять, чтобы ДПС стабильным был, в принципе, и лейт хороший, и товара, чтобы быстро брил. Свен, Вайпер на мидл, в жесткий. Ну это как-то передозировка пушки. Ну передозировка. Мы же в жесткий пуш идем. Ну если в жесткий, то в жесткий. Чен не энчатрос? Чен нужен, если в жесткий пуш. Я вообще... Я считаю, нужно по пугне удариться. Давайте... Рискуем. Рискуем. Как раз команда, ты не нашу, можно рискнуть, правильно? Ну давай, давай. Свен с пугной уже точно не работает. Не работает. Свен с пугной не работает, значит у нас... Все не так. Первый пик, первый пик. Подожди, а там первый пик был, там бисмастер был. Ну какая разница, у них уже есть пик. То есть вы уже им рассказали, вы им рассказали, что надо брать. Да, и мы контрим его. Да, да. Это же проще парень реп. Что у нас осталось? Сейчас посмотрим. Все у вас осталось, все карты. Shadow Shaman первый. Если нужно подобрать пик, то вообще легко. Не, в любой последовательности вы можете говорить пять героев, просто... Ну... Это должно быть пять героев. Не важно, то есть уже пик есть, вы видите пик противника, вы знаете о нем. То есть Синдоран уже нового ничего не придумает. Ну смотри, да, логически что-то. Нам нужна скорость, чтобы ломать с того рамка. Конечно. Тогда тролль. Так, нормально. Подождите, вы... Это слишком много риска. Вам еще раз менеджер на Удигите позвонил, что ли? Еще больше предложил. Тут либо дроу-рэнджеровский пуш, вот этот вот физ-пуш. Либо через пугнутый. Звучит неплохо. Мы выбираем, мы выбираем, мы варьируем. Я за дроу-рэнджеровский пуш. Дроу-рэнджеровский пуш. Да. Или же у меня закралась такая идея, попробовать как-то все-таки играть лейт с Эмбер-спиритом против Пэлла. Давай тогда не с Эмбер-спиритом, а может с какой-нибудь Мидулской поиграем. С Мидулской. Ну, Мидулская против Пэлла это плохая идея. Нет, нормально, нормально. Это очень плохая идея. Вообще, да, ты прав. Против Пэлла, против Бисмастера с Некрами. Вообще, да, ты прав. Нафиг Медузу. Да пойдем пушить. Давайте пушить. Все, берем тогда. Все. Берем дровку, инвокеры, Вичдокторы. Арт-стайла и идем пушить. Дровку, Вичдокторы. Арт-стайл не входил. Акса. Акса берем обязательно. Акса? Акса. И Винго. Против Пэлла звучит... Вот, все, поехали. Подожди, что у нас по товарам дэмэдж? Дровкович, Доктор, все Винга, там инвокеры, все это под аурой, мы ломаем товара. Слушай, мы... Волк. Тогда без дровки. Ну, тогда без дровки. Вот, можно с волком. Можно же обратиться к Фуриону, так как мы агрессивные американцы, креативные. Но как раз не хватает, мне акса. Да, поэтому можем взять еще Фуриона, который будет тоже очень неплох. Все. Мы победили. В принципе, также можно еще отжать Дума. Много героев становится слишком... Столько не играть в Дума. Конечно, преимущество определенное будет в таком случае. Но отжать-то можно. Должно быть запасным. То есть, Фурион, Вич-Доктор, Винга, Инвокер, Инвокер и Дроврэйнджер. Винга, я считаю, не очень нужный герой. То есть, под вопросом еще Винга. А кто вместо Винга? Вместо Винги Дум подойдет отлично. Вообще, это похоже на фигню, учитывая, что там Найт Сталкер, мне уже не нравится. Фия уже запутался, если честно. Но я бы давно уже пикнул пугну и запушил бы за 10 минут Тинкера, который будет пытаться реарм делать под палкой. Нам перезвоню, сейчас будут? Вам больше никто не позвонит после этого. Вообще, после содеянного лучше выключить телефон и просто... Деньги-то уже перевели. Деньги уже у нас, поэтому мы, в принципе, можем расслабиться. В общем, я понял. В общем, для No Digity мы взяли получше. С комплекцией уже пошли проблемы. Ну, тяжело так, на самом деле, собственно говоря, продумать, когда у врага уже есть полностью, говоря, стратегия. Еще мы запутались, что мы забанили, а что в пике, в кого, где что. И что враг забанил. Короче, тут что-то непонятное произошло. В любом случае, я думаю, что опыт рубрики интересный, и мы, может быть, его загрейнем в том плане, что в следующий раз кто-то будет тренером от одной команды, а кто-то другой от другой команды. А третий независимый судья. А третий вместе со мной будет молчать. Нормально. Отличный план. Но это интересно. Слушайте, я не удивлюсь. Я не удивлюсь, если такой пик у No Digity вот сейчас уже вырисовывается. Но у Digity плюс-минус такой-то и должен быть. А вот у Complexity я уже сомневаюсь. Для тех, кто ждет эту игру, она будет совсем скоро. В Complexity сейчас после своей последней встречи попросили чуть-чуть больше времени для отдыха, для перерыва. Ну, понятное дело, ужин все-таки и покушать. Хочется и прийти в себя. Поэтому матч начнется в пол-восьмого по московскому времени, а также по киевскому. У нас сейчас будет небольшая реколама, и мы вернемся к вам уже с предматчевой и самим матчем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 и просто должны их банить, соответственно, либо придумать какие-то контрмеры, потому что, как известно, ноутдигит играют одним и тем же. Ну смотри, пик плюс-минус долетает уже. Ну я вижу. Смастер заехал. Так что мы ставим на комплекс эти. Я ставлю. Ну тоже 2-1. Вряд ли тут 2-0 решится. Если у Колов будет Дровка и Элеконтроп, то... Ну пока неплохо, Андрей. Вич-доктор, Вич-доктор. Ну Вич-доктор-то понятно. И вырисовывается, вырисовывается вот это. Кстати, забанили Дарксира, но все-таки решили, не послышали советы и забанили Тинни. Нет, Дарксира-то понятно, что они забанили. Тинни у нас тоже в планах был. Дизраптор. Ну да, неожиданный поворот, но... Ну видимо сбросили тогда телефон. Напоминаю всем зрителям, которые смотрят нас сейчас в интернете, будь то Twitch, Hitbox, Яндекс, ВКонтакте или YouTube, что вы можете участвовать в конкурсе прогнозистов, в котором мы, собственно, ставим на матчи, ставим на их результаты. Для этого заходите в группу ВКонтакте Dota2RuHub, и на каждый матч там появляется голосование, где вы можете выбрать своего победителя, и то, с каким счетом он победит. Таким образом, вы участвуете в конкурсе прогнозистов, и вы можете стать лучшим прогнозистом по версии Эпицентра. Сколько у нас, кстати, уже турниров мы ведем конкурс лучшего прогнозиста, слэш-аналитик? Мы начали, по-моему, на пятом интернете. По-моему, на пятом интернете. Ну, соответственно, все турниры, где мы дальше были, мы везде были. Кроме... То есть, у нас таким образом уже три... Керри Слардара открыли у нас на Дигите. Да, есть такое. Слардар. Ага, мы видим, смотрите, мы сразу видели, кто на пиках. Ну, в принципе, ничего удивительного. Да. С Windows за комплексти и Синдерен за No Digity. Хотя я все чаще стал замечать, что все-таки на розовых... Точнее, на синем и розовом слоте сидят капитаны. Обычно. Ну, так повелось. Так повелось. Хотя во Фнатиках он такого не было. Ну да, муж не пикал. Драфтеру вообще отдельный слот нужен подчеркнутый. Какая-то корона надоела уже. Ее не видно. Кто там пикает? Да. Может, какой-нибудь, не знаю, цвет поменять этому человеку, который пикает там. Не белыми будет написано там. Ребят, Дизраптор. Дизраптор. Вот Андрей помнит этого Дизраптора от Империи. Очень хорошо заходил. Тоже в первой стадии часто этого героя, по-моему, брали ребята из Империи. И король Ренат там делал настоящую грязь. Абсолютно верно. Как вам этот герой? Очень хороший выбор. Это герой, которого можно смело брать в первой стадии, от него отталкиваться, отталкиваться, потому что довольно многофункциональный суппорт. Вот. Поэтому отличная опора. Уже нету Вайда в пике, нету БХ. Ну, как минимум, главное, что Вайда нету. Значит, в сложный можно будет Дизраптор плюс один какой-то нормальный кор. Это может быть разные герои. Это может быть и Лайфстиллер, может быть Геррокоптер, Свен, там еще какие-то персонажи. Ну, они уже вдвоем смогут убивать многих героев. По крайней мере, сильно очень заставлять их бояться. Войду пофигу, типа, на Дизраптор в основном бывает. А вот каким-нибудь другим персонажем, там уже, там, бестмастер, ему уже нифига не пофигу, он может легко умирать. Так что, возможно, взяли, чтобы немножко усилить свою легкую. Да, Дизраптор он такой, один из самых, наверное, универсальных суппортов. Ну, у него очень долгие дизейблы, на самом деле. Дизейблы долгие, а у Ешки хорошие. Всегда аганим никто не отменял. Это тоже контра какая-то отчасти к Блэккенбару. Ну да, так оно и есть. Ну, вообще, универсальные герои. Также вот Дизрапторы берут, как Леон или Вичдоктора. Все три героя достаточно универсальные, просто немножко под разные, там, стили игры, под разные идеи набираются. Ну, вторая стадия у нас начинается. Начинается банится алхимик. По Дизраптору, кстати, еще очень не помешал бы какой-то герой, который будет давать вижен, чтобы максимально можно было выгодно использовать глимпсы. Ну да, ну, как бы, что, таких героев немного Слардару врага, Бесмастеру врага, Баунчхантер в бане. А, собственно, говорят, фактически этот герой почти закончился. Знаете, Сталкер есть, теперь Брейкер, но мне кажется, что мы вряд ли увидим того или другого. Ну, теоретически есть какая-то еще ВР-ка, на самом деле, своим пауэршотом может. Может она, теоретически, давать вижен. Мирана стрелы, может, на тишину. Да, но это, не знаю, ВР-ка без Слардара как-то, мне кажется, не смотрится. Хотя... О, Энигма, это самая, которую баннили против колов даже долгое время. Зедфрик на Энигме, наконец-то. Какой у них пик-то получается, прям такой формящий-формящий. Мирана в итоге у No Digity. Формящий-формящий пик получается у Complex City. У них и Энигма в лесу, и Дум, как бы такой он, как бы, тоже полу в лесу. Вот тут интересный момент складывается, потому что No Digity сейчас вынуждены пойти и играть агрессивно в начале игры, как минимум. Идти в вражеский лес, что-то пытаться делать, придумывать. Баунти Хантер, Рикимару, Земеля какой-нибудь. Просто любой герой, который может пойти в лес к Энигме и с ней, в принципе, делить счастье убитых крипов. Вот. Хотя они при этом, скажем так, обычно играют пассивно вначале. На самом деле никто их не заставляет это делать. Они могут в любую секунду времени взять тоже лесного героя или превратить любого своего героя в лесного, ну не любого, а бестмастера, например. И быть довольным тем, кстати, бестмастер немногим медленнее фармит, чем Энигма. Согласен. Пак четвертым пиком залежит для Complexity и очень жесткий файт. Это даже еще на медиа, он независимый такой герой, ему не нужна помощь, у него есть escape, чтобы там, потому что один суппорт лесной, второй будет Баби Ситтер стоять снизу, стоим геокерит. Бахнет бы сайленсер какого-то для Диггетти. Такого прям сочного сайленсера против всей этой... Сайленсера иногда хочется. Да, против Энигмы иногда хорошо. Пака и Дезапраптеры. Потому что всегда против Энигмы есть фактор позиционки, что должны быть герои в позиции, которые готовы сбить Black Hole, нужно стоять как-то, держать, так сказать, строй. А когда у тебя есть сайленсер, в команде ему достаточно стоять просто в трех экранах от замеса и просто-напросто держать палец на красной кнопке глобала, все. Да, именно так. И сайленсер очень хорошо Думы гоняет на сложный. Один из лучших героев. Ну, в принципе, кстати, можно еще подумать о Sky Brice Mage, но это венга. Сейчас, конечно, мета стала такая, что вот новых, точнее, героев, о которых мы все время вспоминаем, там тот же Sky Mag, ну вообще никому они не нужны. Венга, Беждоктор, Дезраптор, Леон. Все, по-моему, других саппортов мы вообще не видим. Да, зря. Ну, да, зря. Некоторые саппорты лучше заходят. Ну, иногда нужно вспоминать просто про каких-то персонажей таких, всегда может неплохо войти. Последняя стадия бана пиков у нас начинается, и откроют ее ребята из комплексти. С другой стороны, венга, она тоже контрит Энигму иногда, иногда не очень получается. Когда Медуза будет? Ну, ты хочешь в конце дня по Медузке бахнуть? В принципе, у коллов может быть Медуза, поехали. Ну, ладно, тоже не очень хорошо идет. Да ладно, что Медуза, Медуза, посмотрите. Медуза без бафов на урон слабая. Мне кажется, больше какой-то Сларк подходит. Прям неплохо может зайти. А Медузка как раз-таки ноудигит. Сларк хорош. Ну, у них слишком много уже каких-то фармил. Им не надо столько. Я думаю, что это Кэрис Лордар, Флайн Бессмастер. Кстати говоря, хотел бы напомнить, что наши предсказания по поводу банов и пиков провалились полностью. Кроме Бессмастера нет ни одного героя в ноудигите, которых мы им пророчили. Ну, деньги-то получены уже. Деньги давно у нас. Вообще, действительно, поэтому, я думаю, не стоит переживать по этому поводу. Работаем, как всегда. Да, стоит только сказать, что мы говорили, это основываясь ни на чем. Добрать деньги и все. Ну, вот не надо, не надо усугублять ситуацию. Ну, не раз пока все плохо было. У нас еще 8 команд смотрят. Точно, еще 6 команд. Лайфстилеров в банк сунули, а Сларка не сунули. А зря. А зря. Согласен. Лучше псунуть Сларка в банк. Кстати, под их пик вот этот вот можно бахнуть заранее аппараты вот для ноудигити и радоваться жизни против Сларка. Ну, какие-то, по-моему, такие слабенькие коры получаются. Да и вот мне сама концепция соло кэри Слардара абсолютно не нравится. под него под него должен быть какой-то вот именно физдепейсер. вот, вот. Вот что-то такое. Мы сегодня видели, да? Сигнатурно от койко что-то такое приятное. Саппорт Мирана. Очень интересный пик, но диггит. Саппорт Мирана. Может ли это быть Спектра? Ну, ей будет очень плохо. Да Сларк все так же видится вот этот вот. Хотя ему тут уже не так здорово стало из-за ИСФ, но все равно он вполне такой неплохой. И Спектра нет, не стоит. Что-то более активное. Вообще не хватает еще кола, мне кажется, такого кэри, который может впитать урон, который может потанковать, потому что одного думы будет недостаточно. Это, скорее всего, будет герой, хотя нет, это получается герой у нас третий, позицию оффлейнер. Теоретически какой-то фарм у него будет, но, опять же, дум против минус армора это не то, что будет долго жить. В принципе, учитывая, что Мирана это саппорт, а у Е нету какой-то иллюзионист, тот же Лансер, Флантер, Сларк. Возможно, возможно, у Е прокаста действительно не так много, только СФ. Ну, а что СФ? СФ старфолчик. Со временем, в общем, его у Е прокаста уже Лансер с какой-нибудь Тараской не особо колышет. Но особо больше как-то ничего в голову не приходит. Джаггер, вот Сларк или Лансер. Или какой-то креатив. Ну, либо да, либо Клинкс там какой-нибудь вот. Ну, нет, Клинкс тут вообще отстойный. Распадется на куски. Да, тут что-то слишком плохо ему. Времени все меньше и меньше остается. 10 секунд. Закрадывается паника в ряды команды Комплексити. И сейчас мы увидим какого-то реально, мне кажется, прям невообразимого героя. И это 5-4. Сларк берите, дровка. Это пушить? Они таки собрались пушить. Да, слушай. Не зря мы его не... Они пропустились. У нас со связью были проблемы где-то в середине. Они услышали только думы и дровка. Дровка, дровка, дровка. Да, у Диггити кабель просто порвался. Не доходили. Финальная игра сегодняшнего Вайлдкарда но у Диггити против Комплексити начинается прямо сейчас. Мы передаем слово нашим комментаторам Гатханту и Вилату. Спасибо. Спасибо огромное, Иван. Спасибо. Да, добрый вечер, уважаемые зрители. Всем огромный привет. Всех с праздником. Субтитры сделал DimaTorzok